Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Остается в списке 27 домов, жилье в которых ожидают полторы тысячи человек. Пять из них достраивают. Это дома на современной 13, Маклина 60А, Преображенская 95, Сурикова 31, Корпус 4, в Березняковском переулке 34. Программа Экономика. В Кировской области утвердили стратегии развития двух кластеров. Это кластеры легкой и пищевой промышленности. Соответствующее распоряжение приняло региональное правительство. Кластерных объединений в Кировской области уже шесть. Чем это выгодно предпринимателям, рассказала в нашем эфире руководитель центра «Мой бизнес» Ольга Елгешина. Кластер – это вообще как бы объединение предпринимателей. У них есть задача, у них есть совместные проекты среди участников. Даже могут организовывать какие-то общие закупки материалов, допустим, в кластере легкой промышленности, чтобы им было дешевле. Когда кластер существует со стратегией, а у нас они все со стратегиями развития, кластер имеет право претендовать на государственную поддержку в центре «Мой бизнес». Основные направления – это сертификация, декларирование продукции, проведение выставочных мероприятий. Это написание технико-экономических обоснований, проведение маркетинговых исследований. Помимо кластеров легкой пищевой промышленности в Кировской области созданы биотехнологический, биофармацевтический, туристко-рекреационный и кластер информационных технологий. Экономика на 101FM Далее информация от наших партнеров. Не всегда на высокие результаты качества работы влияет только профессионализм сотрудника. Ученые выяснили, что люди, которые трудятся при плохом освещении, быстро утомляются и теряют работоспособность. Кроме того, увеличивается количество ошибок и брака. Несчастных случаев на производстве с плохим светом происходит в два раза больше. А мерцающие слишком тусклые или яркие лампы могут даже приводить к различным болезням глаз. Работодатели чаще всего могут просто не догадываться о причинах этого, экономить на электроэнергии, на стоимости самих светильников. По факту же они теряют в эффективности бизнеса. И наоборот, очень часто, чтобы ее увеличить, нужно просто поменять освещенность офиса, продумать равномерность освещения, яркость, подобрать правильную цветовую температуру, избавиться от мерцаний и слепящего эффекта. Чтобы сделать освещение комфортным, поднять настроение и работоспособность своих сотрудников, кировские предприниматели могут обратиться в магазин «Цветовые решения» на Маклина 36, телефон 705-520. Там не только помогут подобрать светильники, но и проконсультируют, как правильно устроить систему освещения. В завершении о валютах. Доллар сегодня 77 рублей 13 копеек, официальный евро 86 рублей 79 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.